Русская мечта. Белгородские мотоциклисты побывали на 23-м международном байк-шоу. Оно состоялось в Севастополе. В этом году его гостями стали более 150 тысяч человек со всего мира. Накануне наши ночные волки собрались, чтобы отметить день рождения мотоцикла и поделиться впечатлениями от поездки. С повелителями дорог пообщалась Ирина Подзолкова. Рев моторов, языки пламени и овации многотысячной толпы – так проходило самое массовое и зрелищное мотоциклетное мероприятие на территории страны. Его ежегодно проводит всероссийский мотоклуб «Ночные волки». Наряду с традиционной программой, концертами рок-групп и конкурсами было подготовлено яркое и зрелищное шоу. Оно включало в себя набор трюков с участием актеров и каскадеров, а также музыкальные, лазерные и пиротехнические эффекты. Мотоклуб «Ночные волки» существует в Белгороде с 2005 года. Он объединяет несколько сотен любителей двуколесной езды. Его участники не пропускают ни одного байк-шоу. Для них это главное событие сезона. Мы туда ездим каждый год, члены нашего отделения. В этом году называлась «Русская мечта». Кульминация очень поразила, как всегда, яркость, красочность и очень масштабно, очень много людей задействовано в этой кульминации. И очень много действовало в этом году, то есть очень много, очень хороший сценарий. Но байк-шоу – это не только развлечение, это еще и серьезная организационная подготовка. Работы было, как всегда, много, поэтому обеспечение досуга, безопасность гостей и участников, помощь в подготовке оказывали представители всех отделений мотоклуба – от Якутска до Калининграда. Каждый внес свою лепту в создание грандиозного события. На этом байк-шоу у нас стояла задача по предотвращению всех несчастных случаев и безопасности именно байк-шоу. Мы передвигались по периметру, смотрели за людьми, помогали людям многим в разных ситуациях. Байк-шоу прошло без эксцессов, не было никаких проблем. В принципе, все замечательно. Грандиознейшее мероприятие, очень мощное, и по телевизору его не увидеть, надо только приезжать. В этом году участниками грандиозного шоу стали 150 тысяч человек со всего мира. Окунуться в атмосферу всеобщего праздника смогла и наша коллега. Заместитель редактора и ответственный секретарь газеты «Наш Белгород» Марина Миндолина. Больше всего эмоций у нее вызвал мотопробег после кульминации шоу. Колонна, тянущаяся от горизонта до горизонта, в которой каких только мотоциклов нет и людей из каких только стран не встретишь, это просто замечательно. То есть, когда голова колонны уже на площади Нахимова, хвост еще где-то на полпути, наверное, к Севастополю. И все эти люди, все эти мотоциклы занимают огромное пространство в этой площади, общаются с местным населением. Люди радуются очень. И за эти годы они привыкли к тому, что здесь проводится байк-шоу. Они встречают, машут флажками, шариками, снимают на телефоны, хлопают в ладоши, машут. Байк-шоу ежегодное, самое масштабное событие, которое объединяет всех любителей железных коней. Но на этом расслабляться пока рано. Впереди у ребят закрытие мотосезона. Оно состоится 29 сентября. Ирина Поцелкова, Александр Поддумный. К этому часу. Белгород.